Можно подсказать, в чем причина преждевременного пожелтения листьев, корень собственного абрикоса патриарха. За ночной он даже весной дал несколько цветков, на заморок сбил с цветения, из 30 деревьев только у двух такое. Фото не грузится, сад в Баскартостане. Так, плохо фото не грузится, и я не знаю, что сказать. Ну, из 32, а 28, патриарха убить невозможно, если выполнить все условия, их всего 2-3. Вот, как там могло получиться, что именно в этих двух дверях из 30, небольшое заглубление семян получилось. Да, остаточно, чтобы сгнили. Там, пару сантиметров внизу, мокрое лето, и штамп сгнивает, корневая под этим. Возможно, учитывая, как 30 деревьев, это как называется это, лес рубят, щепки летят. 2, это отходы, это благодаря, скорее всего, заглублению. Но это еще не факт. Есть дорогие причины, смотрите, 30 косточек. Кто сказал, что они 30, мощные, все-то, как мой патриарх в трехэтажном доме, размером в трехэтажном доме. Кто сказал, что они все? Резгенами просветишь. У вас был мороз, был заморозок, да? Потому что Картастан, это тоже ведь не Сочи, согласитесь, что это не Сочи. И там может 40 жахнуть. А если эти двое опылил, там, допустим, роскошный какой-то сорт из моих же. Все, несколько градусов рассуждений нету. Ну, что делать? Вот и это, начал это желтеть. Но это еще не факт, что он умрет. Посмотрим. Вот такие общие рассуждения без фотографий. Александр Еремин. Здесь я рядом с вашим Серафимом. Ну, что, Александр? И мне главное сразу смотрю, где же там? Ух, слава богу, не отрезали, не колесили дерево. Ну, тогда что? Серафим, как Серафим. Людмила Семенова, чем порадует? Посадили сад. Все на холмы. Под каждым саженцем или муравьи, или мыши. Такие очень важный вопрос. Такие удобные гнезда получились. Сейчас перекапываю холмы, убираю ходы мышиные. И муравьев выкидываю. Самим неохота строить гнездо. Она готова и заселяет прям под корнем. Уже несколько саженцев погибли от них. Так, Людмила, вы знаете, как я отношусь к муравьям с любовью. Вот. Я считаю, преступление поливать соляркой, поджигать или это, уксусами и прочими этими ядохимикатами, их наизобрели. И, допустим, как у меня все деревья нормально развиваются, которые растут прямо, или они растут через муравейники, или муравейники обкружили штамбы. Но, допустим, вы считаете, что, может быть, саренцы погибли сами по себе, не обязательно от этого, от того, что рядом эти самые муравейники. Может быть, вы правы. Но тогда их надо аккуратить. Они, знаете как, я что замечал? Ой, бедные, несчастные, я случайно где-то зацепил, растет себе муравейник. Я его не замечаю. И вот случайно зацепил. И вижу, вот они прям голые, прям на этом, обнажились с самого нутром муравейника. То есть, вот они, яйца муравьиные, и вот муравей их лихорадочек хватает и уносят. Все, они сюда не возвращаются. Предлагаю вам так. Доказать я не могу. Вы считаете, что саренцы погибли из-за этого. Вот. Вариант такой существует. Вы просто аккуратненько их оттуда попросите. Можно словами сопровождать. Ребята, давайте отсюда. Постройте уже в метре от саренца польза стопроцентная. Ну как, ну взяли, чуть-чуть разворошили, яйца целые. Они их унесут в другое место. Ну вот такой компромисс могу предложить. Олег Константинович, это ваш сувенир Востока. А желтая весом 30 граммов какая-то местная. Ну то есть, это что-то получается вроде отчета. Итак, 51 грамм. Не 15 же. Или 51. Как смотреть-то? А нет, вот если смотреть по саренцу, 51 грамм. Ну что, для сувенира Востока, это видимо первый плод, неплохо. Он уже неправильный. Вот уже бы, допустим, я бы уже не узнал его. Но прививка есть прививка. Подвое все равно влияет как-то. Посмотрим, что дальше будет. Сувенир Востока. Крупная, плотная, мякоть, такая немножко как бы бугристая. Вот, ну верю, что это сувенир Востока, он и такой может быть. Вот так. Дерево. Так, Люба, дорого, смотри. Теперь. И, наконец, та подвойная сливка и весит. Продолжение следует.